Всем привет! Сегодня поговорим о красоте, о ресницах, о том, что можно с ними делать, как это ухаживать за ними, почему так важны ресницы, почему офтальмологи тоже этим занимаются и какие рекомендации можно дать. Какие ресницы на лице выполняют защитную функцию и предохраняют конъюнктивы поверхности века, поверхности глаза от попадания различных частичек пыли, грязи и так далее. Почему ресницы так важны? Почему, если они выпадают, это плохо? В первую очередь, потому что мы лишаемся естественной защиты, а во-вторых, потому что это говорит о том, что с нашим организмом что-то происходит неправильное. В норме ресницы не должны у нас выпадать, и как правило это происходит либо потому, что у нас кто-то на веках живет, например, Демодекс отравляет существование нашим ресничкам, они начинают выпадать, либо каких-то витаминов не хватает, поэтому выпадают ресницы в том числе. Как правило, это заметно не только по ресницам, но и по остальным частям тела. Брови могут тоже выпадать, волосы плохо держатся, ногти слоятся и так далее. То есть авитаминоз будет заметен не только на этом месте. В редких случаях от приема различных препаратов могут тоже выпадать реснички. Как правило, сопровождается выпадение ресниц с появлением синдрома сухого глаза. Поскольку у нас железы работают все вместе, и ресницы тоже входят в защитный аппарат глаза, то синдром сухого глаза может развиваться гораздо быстрее у людей, у которых ресниц мало. Что мы можем делать? Помимо стандартных наших процедур по увлажнению края века с помощью блефорогелий, блефорогелий 1 в частности, и профилактики демодекоза с помощью блефорогелия 2, мы можем просто за ними, в принципе, ухаживать самым массажем века, аккуратненьким. Таким образом мы улучшаем питание края века, реснички, работу мейбомиевых желез, ну и плюс, естественно, очищаем. Сейчас очень модно делать наращивание ресниц. Это тоже очень такой интересный момент. Ресницы у нас обновляются примерно раз, ну, около двух месяцев, может, пореже у кого-то. Вот. Поэтому реснички, в принципе, отрастают долго. Наращивание тоже, соответственно, держится долго. Но с наращиванием есть ряд нюансов. Дело в том, что при наращивании ресниц, мало того, что клеящее вещество прикрепляется к реснице, она утяжеляется веком даже иногда тяжело, если наращивание более большое, более объемное, скажем, не одна на одну ресничку, а несколько наращенных на одну свою ресничку, из-за этого она может быстрее выпадать. Вот. Второй момент, который важно очень помнить, что, делая наращивание, вам будет тяжелее их очищать, скажем так. То есть это дополнительный уход необходим за ресницами. Вот. И обязательно надо следить за тем, что между ними происходит, поскольку пыль, различные загрязнения могут оставаться между этими ресницами и вызывать в итоге воспаление. Более того, если есть небольшая предрасположенность к демодекозу, например, у вас когда-то был демодекс, желательно сначала проконсультироваться у офтальмолога, нет ли там каких-то предпосылок, потому что на наращенных ресницах легче заводятся различные, скажем так, неприятности именно в плане демодекоза. Он лучше там расселяется, ему комфортнее, он хорошо там живет. Вот. И бывали у меня пациенты, которые приходили после наращивания с вопросом, почему у меня красные веки. Вот. Большинство, естественно, думает сначала на химический ожог, что тоже, конечно, возможно. Может быть и химический ожог отклеит, непереносимость материалов. Вот. Но периодически это может быть и обострение демодекоза. Поэтому очень внимательно следить за тем, как ваше состояние глаз в первую неделю, скажем так, ношение ресниц. И что очень важно, надо периодически их снимать полностью. То есть нельзя постоянно ходить с наращенными ресницами, периодически подклеивать новые, как у меня был один пациент, который так делал. Вот. Он не снимал их полностью до конца, она точнее. Вот. И периодически только наклеивал дополнительные реснички. Это неправильно, поскольку в такой ситуации все сгрязнения, которые есть на ресницах, они вообще никак не снимаются, они там остаются, накапливаются, все это приводит к воспалению. И, конечно, после того, как она ко мне подошла, я сказала, что это все надо снять сразу, сейчас, и походить, пролечить веки. И только потом, где-то через месяц, можно будет повторно сделать наращивание ресниц. Вот. Это очень важный момент. Чем мы можем ухаживать за ресницами? Первое, что мы должны делать, это правильно их очищать. Большинство косметологов, которые делают наращивание, они так или иначе дают советы по очищению и увлажнению. В частности, у нас можно использовать блефор очищения, но аккуратно с помощью ватной палочки, чтобы аккуратно пройтись в межресничный край, а потом еще аккуратно смыть это водой. Также можно использовать блефорогели. Блефорогель 1, блефорогель 2, они абсолютно не противопоказаны для использования с наращенными ресницами. Если есть необходимость в их использовании, вы, опять же, можете их аккуратно использовать с помощью ватных палочек, нанося на ресничный край века. Второй момент, который очень важно отследить первую неделю после наращивания, это состояние самой конъюнктивы. Некоторые люди, когда наращивают ресницы, не могут полностью плотно закрыть глаза, моргают и так далее. Поэтому частички клея могут попадать в конъюнктивальную полость. Если после наращивания у вас глаза сильно раздражены, болят, ощущение сухости, я даже встречала кровоизлияние после наращивания ресниц. Не от того, что травма была, а от того, что даже просто испарения вот этого клея для наращивания ощущаются на конъюнктиве. Естественно, это надо использовать противовоспалительные капельки тогда. Поэтому не ждите, что дискомфорт пройдет сам. Сразу идите к офтальмологу, чтобы вам назначили лечение. А в конъюнктивальную полость при наращенных ресницах можно капать любые капли. Антибактериальные, противовоспалительные, они все хорошо переносятся, они абсолютно никак не взаимодействуют ни с материалом ресниц, ни с клеем, которым, соответственно, их наносили. Поэтому, в принципе, наращивание ресниц – это безопасно. Если оно сделано правильно, вы правильно ухаживаете за глазами, у вас не было до этого воспаления, и вы не пытаетесь на, скажем так, воспаленные глаза провести еще и косметическую процедуру. Если же возникают какие-то проблемы, то обязательно, конечно, надо обратиться к специалисту. В тяжелых ситуациях лучше вообще снять и походить без таких красивых ресниц. Но ни в коем случае не жертвовать здоровьем ради своей красоты. Потому что в итоге не будет ни красоты, ни здоровья. А я желаю вам быть здоровыми и красивыми. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok